Дни Победы Дни Победы Мы реализуем проект «Мы уральцы». Этот проект поддерживает Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. И книга была опубликована в рамках этого проекта. Но я обязательно полистаю, пока вы будете рассказывать, если вы не возражаете. Но ведь о войне и так уже написано достаточно много книг. Да, я с вами соглашусь, потому что, понимаете, сотни и сотни изданий, огромное количество опубликованных документов, которые открываются в том числе и сегодня. Масса свидетельств очевидцев. И, конечно, это очень большая дерзость говорить о том, что ты напишешь что-то совсем новое. Нет, конечно. У меня была очень скромная задача сделать книгу для педагогов, чтобы они могли со своими учениками прикоснуться к этой очень горячей теме. И задача-то ведь не в том, чтобы поучаствовать в очередной акции или принять участие в каком-то новом флешмобе. Нет. Просто чтобы эта тема задела за живое и тронула тебя так, чтобы тебе самому захотелось поговорить со своими родителями, со своим старшим поколением и об этом узнать. Наверное, поэтому и тема моего сегодняшнего урока, она немножечко не праздничная. Она называется «Подвиг тыла». Пожалуй, это, наверное, та история, когда мы говорим, что тыл – это какая-то другая тема, нежели та, с которой мы привыкли связывать День Победы. Ведь мы, когда говорим «Подвиг тыла», у нас вообще возникает некоторое противоречие. Ведь если слово «подвиг» произносишь, то представляешь что? Великие сражения, героические деяния. А когда говоришь «тыл», то что это? Позади фронта, далеко от войны? Но Урал-то это и был фронт нашего тыла. Знаете, когда-то к одному из юбилеев наши коллеги-кинематографисты, уральские кинематографисты, хотели снять фильм. Он должен был называться «Сталинград нашего тыла» с очень показательным названием. Как фашисты, дойдя до Сталинграда, дойдя до Волги, захлебнулись в Сталинградской битве, так Урал стал той точкой, после которой страна выстояла. И люди выстояли, несмотря на все лишения, несмотря на все страдания, которые принесла война. А фильм в итоге был снят? Да, это четырехсерийная эпопея. Она, правда, вышла под другим названием, она называется «Равная величайшим битвам». Ее сделала телекомпания «Снега» в 2016 году. И, кстати, авторы получили кучу всяких призов на фестивалях, потому что действительно эпопея замечательная. На самом деле, наш урок можно было провести очень просто. Показать вот эту эпопею или какие-то фрагменты, и их прокомментировать. Но я думаю, что зрители найдут, постараются и посмотрят. Я думаю, что они смогут посмотреть, конечно, конечно. Вот представляете, на одну секунду, просто возьмите, представьте себе такую ситуацию, что вы не знаете, будет ли 9 мая. Будет ли у вас день победы, будет ли праздничный салют, и будут ли слезы радости. Вы ничего об этом не знаете. У вас впереди долгих 4 года. Вот этого неведения, вот этой истории, которая должна сложиться, она еще только будет складываться. Собственно, об этом подвиг тыла. Это очень уральская история. Понимаете, вот современные блокбастеры, они чем хороши? Они уже изначально знают, что наши победят, и это такой, знаете, тотальный героический экшен. Жизнь не такая, она очень отличается. И поэтому нам-то сегодня очень сложно понять, как люди выжили в нечеловеческих условиях. Собственно, поэтому и правда о войне, и цена победы, она очень горькая. Знаете, у нас есть такие сложившиеся уже клише. Они потеряли свою остроту, а напротив остались такими общими фразами. Урал – кузница победы. Урал – опорный край державы. Что это означает? Вот что это означает на самом деле? Ведь эти слова появились после Великой Отечественной войны. На слайде мы видим с вами задачу нашего урока – раскрыть значение регионов, находившихся в тылу и принявших на себя всю тяжесть снабжения фронта, необходимым. Вот что это означает? Тяжесть снабжения фронта. Сегодняшние современные историки, они уже сделали совершенно колоссальные вещи. Другое дело, что мы об этом плохо знаем. Освободившись от идеологического диктата, они уточнили численность эвакуированного на восток населения страны. Они обратились к организации эвакуации и реэвакуации, возвращения из эвакуации огромных масс людей. Они анализируют повседневную жизнь в тылу. И вот этот материал, он чрезвычайно дорог и важен. Потому что именно работы наших современных уральских, прежде всего, историков, культурологов, стали основой для нового взгляда на события военного времени. Вообще, говорить на уроке о накануне праздника, о том, что это было очень горькое событие, война, вроде бы кажется не совсем ловким, правда? Но вполне себе важным. Я думаю, что гораздо более чем, гораздо более важным. Вот на слайде вы видите карту Советского Союза и ту часть, которую закрывает плашка с цифрами, на самом деле это и есть та европейская часть страны, где выпускалось перед войной 80% военной продукции, где располагалось 85% мощностей авиапромышленности. Все танковые заводы, 97% предприятий наркомата вооружения и 85% мощностей наркомата боеприпасов. Это ведь не просто цифры. Это очень большие цифры. Это страшные цифры. Потому что внезапность войны привела к тому, что историки сейчас называют, что Советский Союз оказался на грани военно-экономической и политической катастрофы. Это дословная цитата из одного из исследований. Конечно, для нас с вами очень важно понять, что же тогда происходило. Наверное, молодое поколение не очень хорошо знает вот те цифры, которые сейчас перед вами на слайде. К ноябрю 1941 года врагом была занята территория, где жило 40% населения всей страны, где вырабатывалось 68% всего чугуна, 58% стали, 60% алюминия, 42% электроэнергии. Вот представьте, что этого вдруг не стало. И нужно было огромное по масштабам массы людей, промышленных предприятий переместить в кратчайшие сроки. Иногда сроки выставлялись от 5 до 7 дней вглубь страны. Это была беспрецедентная акция. И на самом деле нам сегодня это даже представить сложно. Что такое огромное количество людей и масса оборудования, которое надо перевезти? Вы представьте, что каждый день нужно было 40 тысяч железнодорожных вагонов. Они еще, между прочим, должны были по железным дорогам ехать. Вы же понимаете, что это колоссальные масштабы, колоссальные размеры. Если честно, даже сложно представить. Нет, нам вообще очень сложно представить эти цифры, потому что они действительно очень показательные. Лучше сухих цифр на самом деле говорят живые люди. И вот говорят документы. Мы в книге попытались выстроить диалог с прошлым, показав, как люди вспоминали о тех днях и какие документы на самом деле тогда были опубликованы. Вы видите фрагмент воспоминаний первого секретаря Челябинского обкома партии Потоличева. Николай Семенович вспоминал, что «Случалось, что в открытых полувагонах или на платформах ехали люди. Хорошо, если был брезент, которым можно было перекрыться от дождя. А иногда этого не было. Здесь же станки или материалы и кое-что из вещей эвакуированных. Именно кое-что. Люди спасались от нашествия варваров, и было, конечно, не до вещей. При более благоприятной обстановке два-три крытых вагона выделяли для женщин с детьми. Но вместо 36 человек в них набивалось по 80-100. Никто, разумеется, не роптал. Горе объединяло людей, кровь которых был захвачен фашистами. Люди ехали. Они ехали в никуда. Они ехали на далекий Урал. И что этот Урал для них? Это ведь территория, где практически не было перед войной военно-промышленных предприятий. Это мы сейчас знаем, что мы край ВПК. Людям казалось, что они едут на несколько недель. Ну ладно, на несколько месяцев, но не на годы. И один из участников тех событий говорил, что нам представлялось, будто жизнь на Урале едва теплится. Далеко один от другого расположены города и рабочие поселки, а вокруг страшные дремучие леса, почти круглый год снег выше человеческого роста. Странный образ. Тем, кто живет на Урале, да, конечно, знакомо. Нам это кажется очень странным. Неотъемлемой частью жизни. Но это наша жизнь. А для людей, которые действительно бросили свой кровь, свой дом, для них это было сродни, ну, действительно, новой жизни. Вообще, на самом деле, трагедии. Вы представляете, что к осени 1942 года на территории Урала, а я имею в виду весь Урал, не только Свердловскую область, да, были размещены более 830 предприятий. Вот 212 в нашей области, еще 200 в Челябинской, а дальше по убывающей. 172 в Башкирии, 124 в Перми и Пермской области, 90 в Оренбургской, 34 в Удбургской ССР. Но на одну секунду представьте, вот 212, это много или мало? Вот лучше всего говорят об этом цифры, сколько же это людей. Ведь предприятие не может работать без людей, без человеческого ресурса. Данные, которые в свое время подсчитал профессор Геннадий Егорович Корнилов. Число эвакуированных на 9 сентября 1941 года, сколько, несколько месяцев от начала войны, 758 тысяч человек. А к апрелю 1942 уже 1,6 миллиона. Это взрывной рост, то, что вы видите сейчас на слайде, конечно, потрясает, потому что это люди, которых нужно встретить, расселить, дать крышу над головой, накормить и обеспечить работой. А кто вам сказал, что они готовы работать на промышленных предприятиях? Это неквалифицированные рабочие очень часто. И исследования как раз говорят о том, что это была действительно невероятно драматичная история. Как этим людям выжить в новых обстоятельствах, как им выжить в новой жизни. И в связи с этим, вот представьте на одну секунду, у вас есть собственная квартира, вы в ней живете, вы приходите домой, и, в общем, там ваша семья. А в войну вы приходите домой, а там ваша семья и еще несколько подселенных, чужих людей, которых вы никогда не видели до этого, и с которыми вам придется жить. Не могу, если честно, представить. То есть ты приходишь домой, и там, кроме твоей семьи, еще посторонние люди, которых ты видишь впервые. Более того, знаете, я люблю воспоминания Майи Михайловны Плесецкой, величайшая балерина, тогда еще мало кому известная, юная девочка, да, она была в эвакуации в Свердловске. Вот фрагмент ее воспоминаний из известной книги «Я Майя». И путешествия поездом, и житье в Свердловске были сплошными мытарствами, но так мучилась вся страна, и я не ропщу. В Свердловске мы разместились в квартире инженера Падучева, его фамилию я запомнила. В тесную трехкомнатную обитель помимо нас исполком поселил еще одну семью с Украины. Четыре женщины, четыре поколения, прабабушка, бабушка, мать и семилетняя дочь. Сам инженер с пятью домочадцами остался ютиться в дальней третьей комнате. Но и это не оказалось пределом. В одно прекрасное утро в Падучевскую квартиру сумели втиснуться еще двое. Вы будете сомневаться, но мы жили мирно, подсобляли друг к другу. В чем состояло это, подсобляли друг к другу? Сужали кирпичиком хлеба, занимали места в километровых очередях, сужали трешкой до получки. Это вспоминает Плесецкая в своих книгах, она воспроизводит эти слова. Это действительно очень серьезная, очень тяжелая история, которая прошла, как вольтова дуга через Урал. Сегодня у исследователей проскальзывает такая очень интересная точка зрения, что вроде бы интересы населения и областей, в которые были эвакуированы люди из центральной части страны, были принесены в жертву. Цель этой жертвы – обеспечить промышленность и действующую армию всем необходимым. Тяжесть жизни в тылу иногда была несопоставима с жизнью на фронтах. Влад, вот если бы вам предложили, например, создать интерактивную карту, ну, предположим, Свердловска времен войны, вы бы что на нее поместили? Ну, допустим, промышленные предприятия, места, где жили эвакуированные люди, госпитали, да много чего на самом деле. Много бы у вас не получилось, потому что все равно объем ограничен. Но на самом-то деле такая карта была нынче создана, и ее наши уважаемые коллеги презентовали вот к сегодняшнему юбилею. Создали сайт «Вклад Урала в победу». И на этой карте, именно так, как вы сказали, промышленные предприятия, стратегические объекты, центры культуры, госпитали, монументы, памятники. Но только там нельзя представить судьбы людей, голоса людей, их жизненные какие-то истории. В этом смысле, конечно, любой интерактивный ресурс, каким бы он ни был замечательным, не передает дыхание войны. Но вот если вы взглянете на эту карту, четырехугольничками здесь обозначены промышленные предприятия. Посмотрите, как их много по-свердловску. И это еще и далеко не все, которые были в нашем городе. Вот я сейчас листаю вашу книгу и вижу, что у вас здесь очень много QR-кодов. Это для чего? Ну, на самом деле, тут две задачи решалось. Одна задача простая, потому что объем книги маленький, а картинок поставить хочется много. А объем не позволяет. Чтобы каждый сам уже… Поэтому сэкономим время и место, поставим QR-коды. А вторая задача, которую я решала, она для меня очень дорога. Это задача создать объемный текст. Мы уже привыкли к гипертекстовой структуре. И вот если вы возьмете, например, смартфон, наведете его на QR-код, я думаю, что даже, наверное, можно навести на QR-код слайда. Кстати, уважаемые зрители, вы можете навести на экран вашего телевизора или компьютера, тем более, что на компьютере можно на паузу поставить и спокойно это сделать. Более того, вот та самая четырехсерийная киноэпопея, о которой я уже упоминала. Вот здесь тот самый QR-код, чтобы вам не искать в социальных сетях или не искать на сайтах, вы можете сразу посмотреть этот замечательный фильм, который сделали наши коллеги. Да, вот, а у меня получилось уже. Что у вас получилось? Вы какой QR-код скопировали? А вот песня «Уральцы бьются здорово», например. Это дальше, да. Есть такая тема про уральцев, которые бьются здорово. Вышла сразу же ссылка, все работает, очень удобно. Да, все работает, музыка зазвучит, если вы включите звук на своем смартфоне. Дети споют эту песню, это правда. Замечательно, атмосферно очень. Ну, на самом деле, я не знаю, ли это атмосферно, но эта задача, на самом деле, рассказать о том, как жил тыл. Что такое сайт Тагил военной поры? Это увидеть материалы тагильского рабочего военных лет и прочитать заметки того времени. Это очень, на самом деле, очень впечатляющее чтение. Вы можете посмотреть фильм о тружениках тыла. Его сделали дети, московские дети. И это очень интересный проект. Несколько лет назад был представлен как всероссийский проект. Вы можете узнать о госпиталях, которые были размещены в нашем городе, и получить ссылку на эти госпитали. Ну, а о четырехсерийной эпопее я уже сегодня говорила. Очень жаль, что время нашего урока ограничено, потому что здесь действительно безграничные можно материалы искать, смотреть и изучать. Вы знаете, я обычно всегда после своей лекции и в рамках своей лекции всегда говорю, презентация будет выложена на моей страничке в социальной сети. Я думаю, что я в этот раз так же поступлю и тоже выложу эту как презентацию. Вдруг кому-то действительно захочется посмотреть эти слайды. Ну, так же, как и книжка, она же тоже выложена в социальной сети, и в интернете ее можно посмотреть и тоже попутешествовать по тем QR-кодам, которые мы в ней разместили. Давайте продолжим. А продолжим мы вот о чем. У нас есть еще одна клишированная фраза. Урал взвалил на свои могучие плечи заботу о снабжении фронта. Во всех учебниках написано. Вот только мы себе плохо представляем, что плечи-то были женские, а руки-то были детские. И вот об этом, мне кажется, недоговорено сегодня. Вы вот на одну секунду представьте. Уральские историки посчитали, каждый второй танк Т-34 сошел с конвейера Уральвагонзавода. Только в Тагиле 2266 танков вышли с конвейера, сотни тысяч авиабомб, снарядов для Катюш, более 4 тысяч бронекорпусов, самолетов Ил-2 и много еще чего. Вот что такое экономика войны? Это когда у тебя есть танк, но если у тебя нет к нему снарядов, вряд ли ты выдержишь, вряд ли ты выиграешь эту битву. Значит, это должно было сделать. И это было сделано женскими руками, детскими руками. Что такое война? Ведь люди должны есть. Они вообще-то, наверное, должны. Но только территория европейской части страны уже захвачена врагом. И Урал становится житницей. У нас зона рискованного земледелия. Но на этих полях работают дети, работают женщины. Вот на одну секунду представьте. На Урале женскими отраслями стали станкостроение и лесная промышленность. К концу войны доля женщин на промышленных предприятиях Урала составляла 47,7%. А количество трудившихся на предприятиях детей от 14 до 16 лет, ну для меня это дети, это возраст детский, на производстве по сравнению с тем, как это было в 1940 году, увеличилось вдвое. Знаете, еще 9 июля 41 года Свердловский обл.исполком принял довольно жесткое решение о привлечении учащихся 7-10 классов к сельскохозяйственным работам. Школьников распределяли между колхозами и совхозами. И продолжительность рабочего дня в зависимости от возраста учащихся было от 6 до 8 часов. Вы на секунду представьте, что это ручная работа. Это не морковку в огороде посадить. Это все гораздо более тяжелая и значимая работа. Историки опубликовали сейчас очень много документов, свидетельствовавших о тех временах. Вот на слайде одно из воспоминаний. Дети трудились на севе и сенокосе, убирали урожай, носили мешки с зерном, грузили продуктовые баржи, перевозили колхозный фураж в пункты его сбора. Негр редко сжали зерновые вручную и получали травмы. Многие помнят в кровь изрезанные серпом пальцы. Их прижигали марганцовкой. Старшеклассники изучали основы агротехники прямо на полях. Понимаете, написать фразу «труд детей использовался на лесозаготовках и сплавных участках» звучит страшно. Но они вырабатывали трудодни, и это спасало их семьи. Подростки валили лес, таскали деревья, возили их на лошадях. Они выполняли норму взрослых рабочих. Это отдельная тема, это отдельная история. Это история подвига Урала. Я хотела бы обратить ваше внимание, что подробнее можно об этом прочитать. Так получилось, что буквально вчера мои коллеги привезли тираж книг «Урал. В годы Великой Отечественной войны. Детский взгляд». Я очень люблю эту книгу, я видела ее еще в рукописи. Это то, как дети вспоминают о том, как они жили. Ведь это именно те QR-коды, по которым можно посмотреть материалы, указанные вот в этой книге, о которых вы только что говорили. То есть зрителей сейчас есть опять же такая возможность. Более того, вы можете посмотреть здесь и фильм, который был создан в 43-м году. Еще не было Свердловской киностудии. Фильм был создан в Сталинбаде. И Лев Кулешов создал фильм «Мы с Урала». Вообще фильм совершенно замечательный. Очень важный, потому что он рассказывает о детях войны. Да, вот я только как раз хотел заметить, что война – это же все-таки не только работа на заводах, точнее война в тылу. Это ведь и концерты, и театры, и кино, вот как вы уже начали говорить. То есть это тоже имело место быть. Более того, без вот этой составляющей, без художественной жизни нельзя представить жизнь в тылу. Понимаете, Урал спасал культурные ценности, а культура и искусство спасало людей. Вот это удивительная история, которая тоже очень важна для нас с вами. Знаете, мне чего не хватает? Вот мне не хватает сейчас дополнительного, наверное, каких-то зримых образов, связанных с той войной. Казалось бы, все есть. Есть документалистика, есть огромное количество фотографий, старых фотографий, открыток, писем. Вот посмотрите, на слайде выставка, виртуальная выставка, которую сделали наши коллеги из Объединенного музея писателей Урала. «Салют, победа». И это действительно все присутствует в нашем сознании. А пазл все равно почему-то не складывается. У нас все время не хватает какой-то дополнительной информации. Я иногда думаю, что я очень хотела бы попасть на выставку 44-го года. Она называлась «Урал. Кузница оружия». Это выставка изобразительного искусства. А разве эту выставку после войны не показывали? Нет. В том виде, в каком она была в 44-м году, мне кажется, что нет. Это была очень интересная выставка. Вот представьте себе, история Урала, которую пытаются рассказать... Да, вы помните, да? Это 44-й год. Это война. История Урала, где представлены работы Худояровых, работы Денисова-Уральского, изделия уральских камнерезов, кослинских мастеров. И это одна часть выставки. А вторая часть выставки – это произведения, написанные в годы войны художниками Свердловска, Челябинска, Нижнего Тагила, столичными эвакуированными авторами, Ряжским и Гансоном, эвакуированным из Одессы Бершатским и многими другими. И это действительно уникальная выставка, потому что на ней одновременно были и наша история, и складывающиеся стереотипы о нашем прошлом, о нашем настоящем и даже о нашем будущем. К сожалению, мы вообще мало что знаем о тех произведениях, которые были созданы в годы войны. Знаете, мне, например, очень жалко, я никогда не видела балет «Каменный цветок». Сергея Прокофьева. Нет, конечно. Прокофьевский балет видели, наверное, все. А я никогда не видела балет Александра Филидлендера. Это уральский композитор и уральский дирижер, который в 1944 году на сцене нашего оперного театра как раз поставил балет «Каменный цветок». Это по этому поводу Бажов когда-то в воспоминаниях дочери об этом говорится. Он говорил, как это балет и хозяйка Медной горы. Как же она будет танцевать па вместо того, чтобы говорить. Это было очень странно, правда, представить хозяйку Медной горы. Но партию хозяйки исполняла одна из блистательных балерин того времени Нина Владинская. Я раньше не слышал о ней. Ну, вообще, это история, которая требует отдельного разговора. Я лишь очень коротенько. Она ученица Вагановского, выпускница Вагановского училища. Она репрессирована, была в лагере в Соликамске, к счастью, недолго. Потом выступала на сцене нашего оперного театра. И там, кстати, ее видела Майя Плесецкая. Вот о тех воспоминаниях, о которых я говорю. Она пишет, что такой Суламифи, речь идет о балете Бориса Асафьева, Суламифи, она не видела никогда. После войны Младинская уедет не в Ленинград, в Минск. Еще 10 лет будет блистать на сцене Минского оперного, а потом 30 лет преподавать в хореографическом училище. Говорят, что она один из создателей балетной школы Беларуси. Она умерла в 95-м году, не даже в пару месяцев до своих 90 лет. И таких историй, которые связаны с Уралом, с эвакуацией, с подвигом войны и с подвигом тыла, у нас на самом деле бесконечное количество. Вот представьте, передовиков производства награждали за их труд билетами в театр. Представьте, одновременно в городе выступают с концертами Гилельс, Оистрах, Нильгаус. И в это же время эрмитажные работники ходят в госпитали, неся в рюкзаках тяжеленные альбомы по искусству, чтобы читать лекции по истории западноевропейского искусства раненым. И в это же время вокруг Бажова объединяются писатели, и фраза «Говорит Урал» – это не только название книги. Это вообще отдельная большая тема. Вот к ней бы прикоснуться, к ней бы наших детей обратить, мне кажется, было бы очень важно. Ну и еще некоторое количество QR-кодов, которые позволяют расширить пространство того, о чем я говорю. Современными телевизионными мастерами, кинематографистами сделаны очень хорошие документальные программы. Фильм «Тыл искусства», фильм «Эрмитаж хроника подвига». И документальный фильм, который был снят в 43-м году. Как? Урал ковал победу. Раз уж мы живем в мире, где визуальные образы превращаются в главную составляющую нашей жизни, давайте к кино и обратимся. Оно на самом деле очень многое рассказывает и эмоционально позволяет нам к этому прикоснуться. Вот вы, например, знали, что за годы войны для всероссийского киножурнала уральцы представили 136 сюжетов на тему «Уралфронту». Нет, к сожалению, не узнал. А за годы войны, вот вдумайтесь в эту цифру, она меня всегда поражала, она была опубликована, если я не ошибаюсь, в работах профессора Спиранского. Было отснято 1,484,400 метров пленки. Вы знаете, сколько это? Вот представляете карту Свердловской области, а вы два раза сходите с запада на восток и с востока на запад. У нас как раз получится приблизительно так. 560 километров с востока на запад и с запада на восток еще 560. Мы могли бы этой пленкой нашу область опоясать. Конечно, сложно переоценить значение кинематографа. Это и дыхание войны в кинедокументалистике, и романтическая история в оперете «Сильва». Это возможность отвлечься и почувствовать, что бывает другая жизнь. Вот это тоже очень важная история кино. И вот, наверное, уральского кино в большей степени, чем какого бы то ни было. Знаете, когда в 43-м году строился «Уралхимаш», вот его первый директор, а он оставил очень интересные воспоминания о том времени, о событиях строительства «Химаша» вспоминал два равновеликих по значимости явления. Одно, которое соединило Нижний Исецк со Свердловском, это же тогда было за границей нашего города. А второе – это когда клуб заработал, и это было одновременно. В этом клубе кино показывали, клуб находился в разрушенной старой церкви. Там выступали самодеятельные артисты и проходили концерты Свердловских актеров, актеров Свердловских театров в том числе. И понимаете, вот это очень важно, когда в воспоминаниях у людей эти события, казалось бы, разновеликие, уравнены как равнозначимые. Вообще это непростая история. Рассказать о жизни тыла в годы войны, прикоснуться к этой теме-то уже страшно. Она обжигает, а уж в рамках короткого урока это сделать практически невозможно. Но мне хотелось в рамках нашего урока хотя бы разговор этот начать, потому что Днем Победы не заканчивается изучение Отечественной войны. Мне очень важно, чтобы мы почувствовали, что за лозунгом «Все для фронта, все для Победы» стоят живые судьбы живых людей. Ну что, по традиции надо дать домашнее задание? Безусловно. Ну давайте дадим. Я предлагаю задание всем нам. Друзья, до сих пор нет музея тыла. Давайте предложим каждой свои сюжеты, свои идеи для этого музея. Насколько я помню, вопрос о создании музея тыла обсуждался, и более того, даже место для него выбрали. Да, но что-то пошло не так. А я думаю, что его на самом деле в живом физическом пространстве-то ведь и не построить. Слишком много всего. И вот тут нам бы электронные технологии, цифровые, разнообразные ресурсы пригодились бы как нельзя кстати. Давайте создадим наш общий музей. А в качестве эпиграфа я предлагаю стихотворные строки Николая Глазкова. Они 45-го года. Рур ликовал, наступал на Урал, грыз наш металл, как бур. Прошла топора, грохочет ура, урар, Урал поломал рур. У меня книжка этими стихами начинается. Для меня они на самом деле знаковые. Ну и как обычно, как все преподаватели, которые заканчивают занятия, я должна спросить, могу ли я ответить на ваши вопросы. Да, Ирина Яковлевна, спасибо вам большое за ваше выступление. У меня на самом деле один единственный вопрос. Мы много с нашими гостями разговариваем про детей, про их воспитание в том числе. Вот как правильно говорить с детьми о войне? Я не знаю, как правильно, но я знаю, что честно. Вот с детьми надо говорить честно и без пафоса. Ложный пафос, он не позволяет прикоснуться к реальной истории. Обращаясь к историям, к судьбам людей, к тем трагическим событиям, когда, несмотря на тяготы войны, люди не были сломлены, когда мы можем сделать акцент на очень важном, каждодневный тяжелейший труд на войне и в тылу. И тогда мы можем детям показать те ценности, ради которых люди жили и ради которых они готовы были умирать. Может быть, это и будет тогда память о нашей общей победе. Ирина Яковлевна, спасибо вам еще раз большое за то, что вы к нам сегодня пришли. Спасибо за вашу основательную подготовку. Друзья, вот Ирина Яковлевна, мало того, что нам принесла свою книжку, которую вы, напоминаю, можете найти в интернете, но еще и много дополнительных материалов, которые я сидел и читал в процессе нашей беседы. И это на самом деле удивительно. И большое вам спасибо еще раз за то, что вы поднимаете эту тему, потому что, конечно же, труд наших соотечественников в тылу, он не менее значим, чем тех, кто воевал на фронте с врагом и захватчиком. Спасибо вам большое. Друзья, ну а мне остается напомнить, что вы смотрели программу «Учимся дома», и я настоятельно рекомендую, особенно нашим юным, и тем более маленьким зрителям и родителям, которые смотрят эту программу вместе со своими детьми, пожалуйста, прочитайте книгу, посмотрите материалы, ведь это очень важно. Давайте помнить подвиг, который совершили, в том числе для нас наши предки, и с наступающим нас всех праздником, особенно, конечно, тех, кто принимал участие в Великой Отечественной войне. Подчеркиваю, неважно какое, вы герои. До свидания, увидимся в следующих выпусках.